Приветствую вас, Светлана. Давайте разберёмся, что вы пишете. Помогите, пожалуйста, что делать с депрессией у пожилых людей. Наоборот. Депрессии у пожилых людей, конечно, бывают, но не у всех пожилых людей депрессии разные, вот одинаковые. У всех они разные. И разными депрессиями являются и ваши случаи. То есть у вашей бабочки свой собственный случай проявления депрессии. Честно говоря, по вашему описанию, я бы не сказал, что это депрессия или депрессивное состояние. Вообще депрессия является заболеванием и для начала было бы неплохо его, то есть это заболевание, диагностировать. Пока диагнозы нет, говорить о депрессии нельзя. Можно говорить о депрессивном состоянии. Но, как правило, здесь немножко речь идёт о другом. Вот сейчас, я надеюсь, я смогу вам дать, как бы, понять, что происходит. Бабочка почти восемьдесят один год и она ежедневно жалуется на апатию. Звонит, плачет, телефон говорит, нет настроения, ничего не хочется. Вот понимаете, это не депрессия. Депрессия это очень сложное, тяжёлое, подавленное состояние, когда у человека нет сил вообще ни на что, не хочет ни разговаривать, не хочет ничего. Ваша бабочка ежедневно жалуется. Депрессант не жалуется. Универсант это плохо. Просто плохо. Он просто подавлен. Но он себе. Ваша бабочка больше ведёт себя как человек, который пытается привлечь к себе внимание. Ваша бабочка больше ведёт себя как человек, нуждающийся во внимании. Ваша бабочка больше ведёт себя как истероид. Как человек, который, вот, ради того, чтобы к нему проявили внимание, да, будет вести себя, ну, вот таким образом. К сожалению. Вот пока по вашему тексту выглядит это больше так. Я очень переживаю, из-за этого и для того, что ничем не могу помочь. Кажется, будто я бросил её в сложные ситуации. Ну, смотрите. Вот здесь у вас, по факту, чувство вины перед бабочкой. Чувство вины за то, что вы её бросили. Ваша бабочка, она не может не чувствовать этого. Она не может не чувствовать того, что вы, как бы, себя, ну, вот, ну, виноватите, да. Она не может этого не чувствовать, не может этого не ощущать. Понимаете? И ваше чувство вины, по факту, даёт ей подпитку. Ведь если вы себя так чувствуете, значит она, я не буду бабочкой, права. Бабушка права в том, что она, вот, должна тебя так чувствовать. Вы понимаете? Какая штука. Она себя, именно что, должна, так ощущать. То есть, всё в порядке. В этом смысле. Так что, ваше чувство вины перед ней, и переживание за неё, является вашей собственной проблемой, является вашей собственной проблемой. Вашей собственной трудностью является вашим собственным комплексом, связанным, связанным, ну, с разными вещами. Например. Например. Додействование. К примеру. Ну, вы можете чувствовать додействование перед людьми, да, перед бабушкой. Значально с ней, это не может быть процессом. Но, у тебя есть проблемы личных, личных границ. Вот. И так далее. То есть тут вот вопрос заключается в том, чтобы вам в какой-то степени себя лучше чувствовать. Вот. То есть терапия нужна вам. Мои нервы уже на пределе. Думаю, что если так пойдёт, я сама не выдержу долго. А нервы от всего? Навещаю её каждый день ненужно, она привыкает к вашему присутствию и чувствует себя ещё больше несчастной. Каждый день слышит, что ничего не хочет, дебраться, что умеет. Это подрывство внимания. Поведение из героя. Можете почитать в интернете. Что можете посоветовать? Как в такой ситуации быть? Невропортолог выписывает только успокаивающе, но ничего не помогает. Вам нужно разобраться в цепи, в своей уверенности. Вам нужно укрепить свои личные границы. Идиться говорить нет и не реагировать на такие манипуляции. И я бы сказал ещё поработать с тревожностью и границами ответственности. Потому что у вас с этим тоже явные проблемы. Ладно. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok